Ну, немножко, я думаю, что по-другому мы бы сформулировали ваш вопрос и на него ответ. Нам очень важно было, мы, понятно, после того, как матч в Самаре завершился, мы с ребятами поговорили, и, конечно, было внутреннее, так скажем, задето наше самолюбие игроков, потому что, естественно, введя в счете, сами упустили победу, и мы всегда говорим о том, что ни на кого не переваливая ответственность, говорим о том, что и признаем, когда у нас есть определенные моменты, игровые проблемы, хорошо мы играем, плохо играем, и всегда об этом говорим открыто, поэтому, естественно, упустили победу в Самаре, и была внутренняя озлобленность, как на самих себя выйти и доказать, как спортсмены, честолюбивые люди, что сегодня надо реабилитироваться, и, в принципе, потому как первый этап складывался, достаточно по взаимодействию, по контролю, хороший был контроль мяча, хорошее взаимодействие, мы, в принципе, соперника оставляли без мяча, и довольно-таки здорово играли, остроты не хватало в атаке, именно вот острых действий в завершение, подач, таких, скажем, давления в штрафной площади соперника, вот этого немножко не хватило, вот, а после перерыва стали много терять мячей в простых ситуациях, потеря, брак, брак, и здесь нужно было мяч под контроль взять и быть более инициативными и активными при организации атакующих действий своих, конечно, не допускать тех пропущенных мячей, но еще раз повторюсь, я сейчас сказал уже на флэш, что стратегически это очень важно, важный матч, что мы его вернули в свою пользу, и это предстоит уже там домашняя игра после зимнего перерыва, совершенно в другом уже состоянии настроения. Спасибо, ваш вопрос, только погрунче, проб плохо слышно, спасибо. Да, Николай Михайлович, а в чем вообще причина, что команда действительно после перерыва, как бы материал вне телекрели и самому спокоился? Ну, я уже сказал, да, что на наш взгляд мы, дорожа мячом, контролируя его, очень мало было действий, так скажем, в продвижении, и слишком часто его теряли в простых ситуациях. Вот такие спорные мячи, маленькое единоборство, потеря у нас, обрез, мы теряем, надо опять вступать в отбор, соперник, надо отдать должное Балтике, да, что очень такая команда боевая и нагнетает своими вертикальным футболом, диагональными передачами, доставками в штрафную площадь, поэтому нельзя было давать сопернику возвращаться в игру. И вот эти вот потери мяча, поэтому, в принципе, и мы попытались изменить хоть встречи с заменами, да, выпустив более свежих игроков. Спасибо. Если нет вопросов, Саш, микрофон нашелся. Спасибо. Михаил Михайлович, если говорить по первому тайму, практически на каждой пресс-конференции вас спрашивают про дзюбозависимость, да, вот это вот все. Не слышно меня? Слышно. Можно ли сказать, что по первому тайму, в принципе, вы показали, что Локомотив способен играть и без дзюбы, и, ну, играть достаточно успешно, в том числе в атаке, да? Ну, опять, не надо так ставить вопрос. Артем ключевой игрок нашей команды, это лидер коллектива, лидер и в раздевалке, и на поле, и он приносит очень много пользы, когда он охотится на поле. Тимур немножко другого плана футболисты, и сегодня он сделал свою работу хорошо, но, опять же, были моменты, когда мы ему подсказали, что делать с точки зрения тактики, и нюансы, которые тоже надо улучшать. Поэтому это немножко разноплавные футболисты, они могут взаимодействовать, в принципе, и вдвоем, что уже было доказано, когда в Урале они играли в паре, да, и завершали матч, и Артем взаимодействовал и отдавал голевую передачу, а Тимур забивал. Поэтому мы рады, что у нас есть мастеровитый, опытный лидер, да, и игрок, который может его подменять и конкурировать, и показывать, что он тоже достоин конкурировать для выхода в основном составе.